Для начала расскажите, как вы узнали о конкурсе, как решились принять участие в конкурсе «Самая красивая девочка России». Ну, в какой-то день мне написала знакомая проголосовать за дочку, за ее. Ну, и скинула мне анкету. Я зашла, посмотрела, проголосовала, и мне стало немного грустно, потому что девочка ровесница нашей Ксюши. Вот, и просто еще недавно я думала, что все сложится у нас по-другому, что мы тоже будем участвовать в каких-то конкурсах, в общем, жизнь будет такая. Вот, а тут, как бы, 7 месяцев назад мы узнали о синдроме Ретта, вот, и я понимала, что будущее, ну, будет оно вообще совсем другим. Ну, потом я подумала, почему бы и нет, как бы, видимо, ограничения у меня в голове. Вот, я почитала на сайте об этом конкурсе и не увидела никаких ограничений, что конкурс для всех абсолютно. Вот, и решила зарегистрироваться малышку. Вот, нашла самые такие подходящие фотографии красивые и рассказала в соцсетях про это. Просто я знала, что там поддержат нас, вот, но что так поддержат, я не думала. Ксюша набрала 3,5 тысячи голосов, да? Да. И заняла первое место именно вот в своей категории. Как вы отреагировали на победу? О, ну, я проснулась, зашла в Инстаграм, ну, как бы, я знала, что в этот день будут объявляться победители. Вот, и еще до того, как я зашла на сайт посмотреть, мне уже начали писать, поздравлять, я думаю, что такое? Почему? Это 31 декабря, потому что Новый год. Вот, захожу, а мы первые. А по голосованию, по зрительскому, мы были на пятом месте. Вот, как бы, это уже жюри решила, что вот в категории мы первое место заняли. Я, ну, я, конечно, обрадовалась, начала там прыгать, сразу всем рассказала. Вот, мне начали звонить, поздравлять. Вот, потом все окончательно проснулись, и я вот так и радовалась весь день. Такой новогодний подарок. Да, да, получилось. А планируете ли вы в дальнейшем участвовать в каких-то подобных конкурсах? Ну, посмотрим, не знаю, насчет конкурсов красоты, а так я буду смотреть, как бы, мне бы хотелось, чтобы активная у нас была жизнь, не только это реабилитация и все такое, и не только это для детей с инвалидностью, ну, и принимать участие наравне с остальными. Будем смотреть по возможностям, вот, если будет подходить для нас как-то. А расскажите, что за синдром Ретта? Синдром Ретта – это генетическое заболевание, оно встречается редко, в основном, у девочек, 1 к 10 к 15 тысяч человек. Вот, как бы, мальчики с такой поломкой, ну, не выживают, ну, там есть исключения, конечно. Вот, это спонтанная мутация, ну, то есть это не наследственная, как бы, в роду у нас не было такого. Ну, это первичная мутация произошла под какими-то факторами, которые ученые не могут установить. Как бы, сначала беременность проходит, обычно рождается ребенок, вот она родилась у нас с 8-9 баллов по Абгар. И развивалась до, ну, до 6 месяцев вообще абсолютно нормально. После 6 месяцев она, у нее слабость мышц была, как бы, она еще полная у нас была, и врачи, ну, не подавали этому значению, говорила, она, наверное, ленивая. Вот, а в основном она была, ну, такая любопытная, веселая, у нее были первые слова, у нее она интересовалась всем вокруг, игрушки были, как бы, общительный, нормальный ребенок, вот, с физической стороны чуть-чуть отставание у нее было. А потом в год и... в год и три, да, она заболела у нас овервий, возможно, это было как толчок, чтобы вот произошел регресс. Ну, как бы, он бы был, но, может быть, позже, может быть, более сглаженный. Вот, у нас случился регресс, она просто за несколько недель, у нее руки перестали работать, она перестала трогать вообще, она не могла ничего взять, как бы, она раньше могла ей погрызть там что-то, и кнопочки понажимать, и полистать там, вот, она вообще просто разучилась кого-то это делать, она ушла в себя, она перестала откликаться на имя, у нее ушли звуки, слоги, лепет вот этот вообще исчез, вот. Просто я помню, как она сидела, мы поставили контейнер с игрушками рядом, посадили ее посмотреть, ну, как бы, она должна, по идее, там, посмотреть что-нибудь, она просто сидела рядом, раскачивалась, ну, как в пустоту смотрела, и все, ничего не могла сделать. Вот, и после этого мы уже начали ходить по врачам, по неврологам, и никто не понимал, что это. У нее вот эти стереотипии руками начались, это когда повторяли движения определенных, вот. И один невролог вообще вскользь упомянул по телефону мне, вот, и я просто зашла посмотреть в интернет, что это такое, и поняла, что у нас вообще очень-очень-очень похоже, но мы еще потом ходили, ходили-ходили, в общем, мы искали этот диагноз где-то полгода, и потом уже просто пошли в генетику, искали, вот какой-то синдром, там, может быть, на него сдать, мы сдали, и вот два месяца ждали диагноз, и он подтвердился у нас. А какая Ксюша по характеру? Ну, она такая очень, она, когда до регресса, мы думали, что она себя прям в обиду не будет давать, мы даже подшучивали на ней, да, потому что она что-нибудь скажет, что она раз тебе в ответ, как даст там по голове, или конфетки, там, какие-нибудь вит, она говорит, отбирай сразу, мама постоянно смеялась, вот, что, как бы, Ксюша, хорошо, что вот такая по жизни, она себя в обиду не даст, ну, как бы, да, все, регресс, ушло это, но характер у нее все равно остался, и она не капризная, она очень терпеливая, вот, там, поездка куда-то в Сочи, вот мы на машине ездили 19 часов, она вела себя лучше, чем мы, ну, просто настоящий герой, она очень терпеливая и старательная, и на реабилитациях она может немного поныть, там, да, но если там начинаешь ее хвалить, она будет делать еще лучше, вот, у нее такая воля есть, сила, вот, при нашей мутации, она довольно-таки тяжелая, она вот, у нас после регресса немного научилась ходить, это, ну, я считаю, что это прямо достижение, горжусь ей, малышкой нашей, так что она по чуть-чуть, по чуть-чуть, но улучшение у нее есть.